Вот он, друзья, трёхсотый выпуск по секретам и пасхалочкам, в Скайриме которого вы могли пропустить. Всем здравствуйте, меня зовут Сагира Иван, а это мой канал Мистер Кэт. Начинаем! Если вы ещё вдруг не посмотрели моё видео «Бог Тума», то обязательно потом посмотрите, ссылочка в описании. Ну что, маленькое поселение Драконий мост. Тут обитает Редгард, работяга Азада Лилвил. Он живёт с женой, дочкой и сыном. Ну, давайте немножечко больше о нём узнаем. Подойдём, порасспрашиваем. Привет! Видел, в последнее время здесь начали показываться какие-то гнусные людишки. Я-то думал, что избавился от них, уехав из Маркарта. Угу. И тут мы узнаем, что он уехал с Маркарта. Значит, он там жил раньше. Кстати, если вы ему продадите капусту, он станет вам другом, и вы сможете спать в его доме. Хе-хе-хе. Но не это нам надо. Ты говорил, что прибыл сюда из Маркарта? Я сирота и вырос на улицах Маркарта. Там бы я и умер, если бы не доброта старого воина по имени Логральф Сагбенный. Логральф спас меня и дал мне денег, чтобы выбраться из города. Я пошёл на север по реке Карт и пришёл сюда. Когда я встретил Мишель, я понял, что моё место здесь. Думаю, это и впрямь так. В Маркарте ему помог какой-то Логральф Сагбенный. Что-то я такого не помню. Ну ладно, поехали в Маркарт. В Маркарте мы встречаем Дозорного Стандара, который просит нас вместе с ним расследовать какой-то странный дом, которым вроде как завелись призраки. В этом доме происходит что-то странное. Мы слышим чей-то голос, потом мебель начинает взлетать, и всё-таки нам приходится убить этого Дозорного Стандара. Мы спускаемся в подвал. Конечно же, вы уже поняли, что это дейдрический квест Дом Ужасов. И когда-то давным-давно я делал по нему видео. И там очень крутой способ по прокачке одноручки, двуручки и магии разрушения. Ссылочка в описании. Вкратце, Молок Бау начинает с нами общаться и жалуется, что какой-то там поклонник Баэти осквернил его алтарь и хочет ему отомстить. Он показывает нам на карте, где он находится, и говорит, приведи его. Мы такие, соглашаемся. Находим и освобождаем этого поклонника Баэти и видим, что его зовут Логральф. Незговорчивый. Так, так, погодите. Неужели это тот самый Логральф, который когда-то помог Редгарду Азаду с Драконьего моста? Но-но-но-но-но, не погодите. Там, по-моему, был Логральф Сагбенны, а тут Незговорчивый. Хм. Эй, ты. Тебе велели меня убить. Заколоть могучего Логральфа. Пока он связан, как баран. Ммм, я здесь, чтобы спасти тебя? Спасти? Никто не знает, что меня схватили. Кто тебя подослал? Хм. Давайте правду. Молок Бау. Угроза. Вот как. Король Порчи прислал тебя, чтобы вызвать меня на бой. Хорошо. Я приду к Молу Губалу. Я скверню его алтарь во имя Баэтии, как уже делал. Освободи меня, слуга ненавистного. Мне надо идти в Маркарт. Но я, друзья, немножечко погуглил. И оказывается, Логральф не то, что там на Маркарт. Он один на весь Скайрим. И, скорее всего, это тот самый Логральф. Но есть еще один факт, который доказывает это. Смотрите. Дело в том, что в Драконьем мосту, в доме Азада, вечерком, когда они все собираются вместе, можно кое-что услышать. Он уверен, что в его доме завелся призрак. После этих слов, друзья, мне кажется, у вас уже не должно остаться сомнений, что это тот самый Логральф. Тот самый парнишка. Хороший парнишка. Старичок. Вот единственное, что мне непонятно, почему не сделали второй вариант. Это потому, что очень сильно спрятали, что Логральф был очень хорошим персонажем, да, старичком. Но, блин. Вот, например, квест Посох Черепорче. Там можно оставить жреца и уничтожить артефакт. Тут нельзя. Почему нельзя вместе с Логральфом осквернить алтарь Мологабала фонтальщиком и засунуть его палычу ему куда поглубже? Почему? Просто не брать квест. Теперь мы отправляемся в Фолкрит, в казармы. Спускаемся в тюрьму. Знакомимся с Сейнингом. Выслушаем мы его страшную историю, и он дарит нам колечко. И просит убить чудовище. Мы соглашаемся. Парадокс в том, что чудовище это белоснежный олень, которого мы должны догнать и убить. Ребят, в реальной жизни любое дикое животное, практически любое, может очень редко родиться белоснежным. Их называют альбиносами. Да, ребята, это единственное и уникальное животное. Оно появляется только с этим квестом. И, ребята, белоснежный олень это крутейшая пасхалка. Ссылочка на легенду о короле Артуре и рыцаре круглого стола. Да, друзья, да-да-да-да-да. Давайте я вам немножечко прочитаю с книги Джона Стейнбека. Вдруг послышался дробный преступ копыт по мощеному полу. И в зал убежал белый красавец-олень, за которым гнались белая борзая сука в сопровождении целой своры черных псов. Ну, вы поняли, наверное, что весь этот квест Зоу Луны, который связан с Вервольфами, волками, псами, которые гонятся за этим белоснежным красавчиком. Да, друзья, это крутейшая отсылка-пасхалка. Ну, мы же знаем, что в Скайриме уже были классные пасхалочки на короля Артура. Ну, вот еще. Не знали? Едем дальше. Я думаю, вы узнали локацию Забытая Долина. Да, друзья, это главный квест Дангарда. Прикосновение к небу. Мы отправляемся за луком Ауреэля. Дошли до пещеры. Дошли до ледяной расщелины. Именно здесь, в самом начале, скрывается парочка прикольных секретов, которые вы могли упустить, друзья. В самом начале. Вот. Огромная локация. Огромная пещера. Любуемся этой невероятной красотой. Конечно же, нам нужно вот туда. Но мы туда не идем. Мы ныряем вот здесь. Ныряем и ищем тайный проход. Да, друзья. Именно этот проход позволит вам неплохо так сократить дистанцию выхода с этой пещеры. Кстати, обратите внимание, тут очень много мертвых фалмеров. Непонятно почему. Вынырюем и видим тут секретный сундучок. И между прочим, кто их убил? Между прочим, это огромный сундук. Да, у фалмеров, если вы видите сундуки с такими вот шипами, это базируется как огромный большой сундук. Ну, как в мире Скайрим. Обыкновенные. И в огромном сундуке мне железный кинжал. В стиле Скайрим. Да, в стиле Скайрим. Бриллиант. Немножечко золота. Да, поврежденные камни варла выпадают только в больших сундуках. Эбонитовая и малый посох от ворота. Угу. Ныряем дальше. Да, мы очень неплохо скоротили. Как раз-то это путь специальный для тех людей, которые в скрытности проходят. В скрытности. Но не расслабляйте булочки, потому что фалмеров впереди еще много. Ну, а теперь мы отправляемся в Донстар. Квест Осколки Былой. Славы. Именно в этом квесте мы встречаем Сила Весула. Мои предки состояли в мифическом рассвете. Музей это наше наследие. Ой, я бы этим не хвастался. Я бы этим вообще не хвастался. Сюда приедут ученые со всего мира. Сил Весула. Да, его предки были с мифического рассвета. Убили императора. Я прошел сюжетку к нему присмотримся. Сил Весула. К чертам лица, к его красненькому наряду. Не поверите. Мы отправляемся в Fallout New Vegas. Обалдеть. Fallout New Vegas. Лагерь Макаран. И тут в тюрьме вы встречаете персонажа, которого тоже зовут Сил. Ну, подумаешь, тоже зовут. Но, ребята, вы к нему присмотритесь. Он внешне чертовски похож на нашего Сила Соскарима. И, скорее всего, Соскаримовский Сил это внешняя отсылочка на Сила с Fallout New Vegas. Еще обратите внимание, что у него одежда с элементами красненького. А? Что думаете? Напишите в комментариях. Какой же ты уродливый червяк. Из какой кучи экскрементов тебя выкопала баба в погонах? А, червяк? Какой он грубый. А? Ладно, вот теперь ты меня разозлил. Все попытки? Ну, иди сюда. Давай. Сейчас сделаю тебя как и в Соскариме. Давай. Недалеко от Саартала. Вы, друзья, скорее всего, уже много раз видели замерзшего мамонта в лед. Да, даже я, когда-то давным-давно уже рассказывал и показывал его. Но недавно, пробегая мимо него, я обратил внимание на кое-что, на что раньше как-то, ну, не задумывался. Ребят, смотрите. Да, мамонта явно убили. Двемирские стрелы, ну, это ладно. Но двемирская стрела баллисты, именно двемирская, вот тут я всерьез задумался. О том, что на данного мамонта, скорее всего, охотились двемиры. До того, конечно же, как они исчезли. Ладно, стрелы, любой охотник высокоуровневый уже бегает с двемирскими стрелами, но баллиста, стрела двемирской баллисты, это уже совсем другое, ребята. Ну, нифига себе, слишком много вот этого вот двемирского, да, вскоре, как будто, такой вот явный намек, что в будущей части мы узнаем о них больше. И, может быть, даже с ними встретимся. Что думаете? Пишите в комментариях. Теперь мы отправляемся в Маркарт, таверна Серебряная Кровь. Тут обитает Хрейн, который часто что-то все заметает. Поговори с моим отцом Клепом. Я просто уборщик. Правда, мой сын Хрейн отличный работник. Ничего общего с его папашей. И, как вы поняли, Хрейн очень любит убирать. Очень. За него постоянно говорят, что он очень чистоплотный. Он часто заметает, даже у него еще диалог с отцом, что он говорит, я все постирал, все поубирал, все хорошо. И фишка в его имени. Хрейн с исландского переводится как чистый. Чистый, друзья. Отлично, мне кажется, подходит к нему, да? И вообще, с именами в Скайриме есть очень прикольная, любопытная фишка. Айварстед. Сюда мы должны попасть по главному сюжету, ну, маркер указывают, и потом мы поднимаемся на высоких родгар. Вспомнили. И я думаю, вы прекрасно помните Климка. Именно его вместе с эльфом мы встречаем на мосту, перед тем, как подняться на высоких родгар. Он жалуется, что уже не может, как всегда, поднять продукты седобородом. Мы с ним общаемся, он просит нас, мы соглашаемся или отказываемся, но узнаем, что он часто, раньше, поднимался на высоких родгар и относил продукты седобородом. Его зовут Климмек. В немецком глаголе есть такое, как эрклимен, подняться куда-то. В голландском глаголе есть такое Климмен, подняться. Теперь вы понимаете, что его имя, ну не просто так ему было дано. Но это еще не все с именами. Вайтран. Соратники Йорваскр. Фаркас. На венгерском его имя переводится как, угадайте как? Правильно. Волк. Вилкас. В переводе с литовского означает Волк. И конечно же Кодлак Белая Грива. Имя Кодлак напоминает Вукодлак, что означает Оборотень. На древних славянских языках. И честно говоря, мне кажется, в Кариме еще очень много персонажей, чье имя, ну не просто имя. Оно отвечает за их сущность, их профессию. Обалдеть. И я, друзья, честно говоря, офигеваю от 2020 года. Какая-то аномальная, ненормальная зима. Мне сейчас, 1 апреля, ребята прослали фото, что у них там выпал снег. Просто обалдеть, сколько снега. Что это такое? Это страшная болезнь, которая, да, хэштег, сидим дома, ребята, сидим дома и только в крайнем случае выходим. Что это? Что это за 2020 год? Ну все будет хорошо. Все наладится. Все, ребят, поддержите видео. Оставляйте ваши мысли. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Скоро выйдет новое интересное видео. Пока. Пока.